Всем большой привет! Всем доброго дня, друзья! Не планировала ничего сегодня снимать, но вы мне часто пишите в комментариях Наталья, снимайте почаще, а то мы очень скучаем по вашим никчемным скучным влогам. Так что включила камеру, извиняюсь, конечно, за свой голос, потому как я тут, друзья, слишком вумная, немножко приболела. Решила Наташа несколько дней назад в солнечную погоду постирать паласы в доме. Леша повытаскивал мне все паласы, Наташа посыпала их порошочком, подключила воду с колодца и давай радоваться жизни. Ну, естественно, заболела. Так что уже четвертый день наматываю сопли на кулак, простите за выражение, но зато у меня чистые паласы в доме. Вот так. Я сейчас готовлю обед. Ничего замысловато вам, все как любит Леша. Шеф заказал картошку с мясом в духовке. Просто сейчас порежу мелкое мясо, начищу картошки, все это в форму сложу, залью сливками, специи, там все такое, морковочки добавлю и в духовку. И как бы ничего премудрого, но он любит так. Любит сытные блюда, поэтому все для него, все для него, ничего для себя. Вот так, друзья. Я сейчас быстренько приготовлю обед, а потом у нас еще по плану съездить в Майкоп, нужно заехать к родителям и нужно заехать в ремонт обуви, забрать ботинки Сашины. Отремонтировал мастер. Надеюсь, что все получилось там красиво, аккуратно, хорошо. Но я в этом не сомневаюсь. Он клевый мастер. Поэтому уже не в первый раз к нему обращаемся. И я всегда очень остаюсь довольна. А выкинуть, повторюсь, всегда успеем. Тем более мастер сам похвалил, говорит, что же выкидывать. Говорит, такая кожа здесь хорошая, мягкая, очень ноская, подошва хорошая, летая. Подошву, кстати, он не будет менять, не стал менять. Сказал, я выпилю как-то там, вот он, где дырка, вот это она как раз в районе пятки. Он говорит, я углублюсь, выпилю как-то с такого же материала, то есть там как каучуковая, не каучуковая резина подошва, я не знаю, что за материал. Углублюсь, говорит, туда сделаю вот эту какую-то вкладку. В общем, ничего протекать не будет, будут как новые. Вот, представляете? А станок хотел выкинуть. Мой голос у меня, конечно, друзья, я извиняюсь, как у Аллы Борисовны. Любовь похожая на сон. Ну, вот такое вот у меня сейчас не очень певческое состояние. Петь не могу. Кстати, концерт через несколько дней, День Станисы у нас намечается, но не судьба, видимо, не знаю. Его, по-моему, там немножко перенесли на начало октября, поэтому не знаю, посмотрим, если выздоровлю. Девчонки звонили, говорили, что если желание есть, можно выступить, но не знаю, с таким голосом навряд ли. Такое у меня сейчас, такое, как будто я такая вся прокуренная и пропитая. Ну, с болезнью вот так. Кстати, по поводу, вот, вспомнила, куревое питье. Уже несколько раз тоже задавали мне в комментариях вопрос. Наталья, вы что, совсем не пьете алкоголь? Ну, по поводу курева понятно, я уже не раз рассказывала, я не курю, и мне не нравится запах табака. Пробовать? Пробовала в молодости. Кто не пробовал? Конечно, пробовала, но мне это не доставило никакого кайфа. Я поняла, что мне это не нравится. Вообще не могу понять, какой кайф от того, что у тебя дым во рту. Не раз уже об этом говорила. Вот, по поводу алкоголя отвечу уже один раз, потому что уже несколько комментариев у вопросов прилетало. Я могу сказать так, я не пью алкоголь не потому, что я там верующая и вся такая правильная, одухотворенная, да очень даже неправильная, очень даже грешная и очень даже с удовольствием бы, если бы мне позволяло здоровье, с удовольствием, бокальчик вина, белого, красного, там, шампанского, с удовольствием бы, по праздникам, по хорошему поводу, почему нет. Но сложилось так, что до 30 лет у меня никаких проблем со здоровьем не было вообще. А после 30 стала проявляться моя гипертония. Вот так, друзья. То есть у меня и у нас такая не очень хорошая наследственность. Мама была гипертоником и диабет, сахарный диабет был у нее. И бабушка была гипертоником и сахарный диабет был у нее. Вот. И у меня тоже. То есть в молодости, конечно, мы себе позволяли. Я скажу так, я никогда не пила крепкие напитки такие, как водка, коньяк. Я никогда это не любила. Ну, кому-то нравится, мне нет. Помню в молодости водку попробовала. Думаю, боже мой, она так воняет. Я чуть не задохнулась. Думаю, как ее можно вообще пить и удовольствие от нее получать. Мне всегда нравились напитки такие, знаете, вкусные. И чтобы они были холодные и с газами. То есть, либо это шампанское, либо пиво. Я очень любила пиво, холодное, жару, если еще с вкусной рыбкой, там раки, креветки. Ну, это просто в кайф. Вот. Поэтому до 30 лет проблем не было. И баловались, и праздновали частенько всякие празднички. И все это было. Потом, когда стала появляться такая проблема со здоровьем, да, то есть, я стала понимать, что даже от там бокала шампанского у меня просто давление мое, оно не просто там повышается или что-то, оно начинает скакать. Оно начинает то 140 на 100, то 90 на 60. То есть, вот такие вот перепады. У меня просто виски вот так вот всегда ходу на ум ходили. Казалось, что голова моя сейчас лопнет. Причем, я сначала даже не поняла, что это такое. Бегала и по врачам, и по терапевтам, и анализ сдавала, и все вроде бы, как бы, обследовалась. Потом мне терапевт моя сказала, что, да, гипертония. Я потом, знаете, думаю, ну вот какой-то где-то праздник, думаю, ой, ну пол бокальчика вина, ничего не будет. Да я вам скажу, два-три глотка, и все. И у меня опять вот это начинается, виски мои просто вот начинают, видимо, сосуды расширяться. Я очень плохо себя чувствую, вплоть до того, что вызываю скорую, там с этим тонометром бегаю по дому. Потом я просто поняла, что, ну, раз такая песня, ну, научимся, значит, жить как-то без алкоголя вообще. И прекрасно я вам скажу, друзья, я себя чувствую, отмечаю также все праздники, веселюсь, танцую, вот на свадьбе. Давно, правда, это было, у Кумуля Ритули, дочь, когда замуж выходила. Фу, да мы так зажигали, у меня туфли в разные стороны летели. Никто даже вообще не понял, потом все удивились, ты что, трезвая была? Ну да, я говорю, трезвая дура. Так что, жить можно прекрасно, без алкоголя, ну, честно сказать, по-доброму завидую тем, кто может себе это позволить, по праздничкам, под хорошую закуску, в хорошей компании, культурно посидеть и выпить, почему бы нет, да? Ну вот у меня как-то так, видно, не судьба. Видно, не судьба, видно, не судьба. Нет, мне лучше сегодня не петь. Так что, друзья, сейчас я быстренько буду готовить, потому как время поджимает, Леша в обед приедет, быстренько пообедает, и мы помчим маяков, а когда я болтаю, я делаю это очень медленно, а еще картошку чистить. Так что, включусь, мои хорошие, попозже. Все в порядке, шеф. Соседи, Олеся с Сережей в гостили где-то месяц назад перцем. Вы видите, какой разноцветный, красивый, огромный пакет нам дали, а мы так его любим, вообще, я каждый день его ем с удовольствием. Но он очень острый, очень, прям такой вот, видите, ну пахнет вкусно, перчиком, настоящим. Поэтому, остатки сейчас уже сложить, убрать, контейнер, в холодильник. Он у меня и был в холодильнике, в поддоне, в пакете, но начал уже вот этот, который остался, немножко портиться. Вот это сейчас вот так вот сложить и убрать, чтобы ему было сухо, прохладно. Потому что, у меня тоже острая любит, и я не могу, я прям с удовольствием. В прикуску, вот свежий, не хочу никак по-другому, просто в прикуску. С борщиком, с первыми блюдами, да и со вторыми с удовольствием едим. Поэтому спасибо огромное. Вот, угощают соседи со всех сторон. Вот так плохое уже выбросить. Не пропадешь с такими соседями. Завтрак в постель королеве. Плюш, меня тут захейтили, сказали, как это так, экономите на такой красивушной кошке, на себе поэкономьте, что вы за люди. Нельзя такой корм, он совсем отрава. Плюш, ну вот, смотри, что я тебе принесла. Мяско, Плюша. Мяско, ты будешь? Это тебе, а это мне. Все, на себе буду экономить. Решено. Плюш, сказали, на домашнюю еду тоже сложно перевести. кошек, но попробуем. Кстати, мясо, оно любит сырое. Иногда я даю, совсем чуть-чуть, маленькими кусочками режу. Молоко любит, сметану, в общем, как все нормальные кошки. А такое вот что-то, знаете, там супчик, борщик, что-то если сварю, немножко налью. Ну, так, может там лизнуть пару раз, но не особо любит. Ну, мяско, поешь. А то все говорят, худая, худая. Ну, что если худая? Она всегда у нас была, кошка миниатюрная. Хотя ест нормально, две пачки в день влажного корма, утром, вечером. Плюс весь день стоит сухой корм. Ну, и так, что есть дома, бывает, вот ей там подкидываю, тут тоже мяско, там рыбку какую-то, рыбу, кстати, она очень любит. Но не сырую, а какую-то такую вот соленую, типа селедочки, скумбрии. Ну, тоже много не даю, понемножечку. Не, ну, это я так, Плюш, ради видео понтанулась. Ты думаешь, ты будешь на кровати есть? Пойдем на кухню, отнесу на место твою кормушку и будешь там есть. Пошли. Куда делась? Отобрали. Сволочи отобрали. Своим прокуренным голосом. Да? Пошли. На кухне будешь доедать. Вот мужа своего, друзья, не узнаю. Аж боюсь сглазить. Представляете? Что-то прям кулинарные способности в нем открылись. Приехал вчера. Смотрю, опять что-то на кухне делает. А я занята была. Там Саше помогаю кое-что сейчас писать. Сейчас покажу вам. Ой, выхожу. Он говорит, я тут засолил помидоры и огурцы просто в банке, чтобы, говорит, вот можно было сейчас их прям есть через пару дней. Шок у меня уже второй раз. Я говорю, нифига себе. Но он любит такие вещи. Я такое не ем. Всякие, всякую консервацию я не люблю. Алеша любит. Он, представляете, себе любимому красоты какой наделал. Это он, наверное, пример решил взять с брата, с моего, с Димой. А я только рада. На море, наверное, насмотрелся, как Димуля. Готовит, все это с удовольствием делает. Красиво, все так эстетично. Да и к нам, когда домой приезжал, всякие вкусности тут готовил. Ну вот, муж мой решил тоже кулинаром стать. Ну и хорошо. Я только рада. Я вот, пока Леша там себе вкусняшки солил. Вот такой ерундой занимаюсь. Видите? Помогаю сыночку. Уже третий день пишу. Рабочая тетрадь на 65 листов. Формата А4. Не успевает. Сам огромные объемы, просто огромные на третьем курсе. Он говорит, я не знаю, как вам все успеть. Я, говорит, столько учу. И не знаю, как все успеть еще вот это писать. Я говорю, давай мне присылай. Я вечерами буду потихонечку. Ему это нужно сдать через неделю. Вот. Я уже тут еще рисовать столько приходится. Это вообще. Это какая-то тут бактерии, всякие стафилококи, что-то тут такое все. вот это все рисовала. Представляете? Вообще. Я говорю так, что присылай мне, давай. Вот. Он на электронку прислал, распечатали. Все, потихоньку сижу, пишу. Сейчас закончу, я думаю, сегодня, завтра отправлю ему обратно все это дело и через неделю отнесет, сдаст. Это вообще, конечно, трэш. Еще таким мелким почерком все это тут красоту ему навожу. Ну, а как не помочь? Таня, у Тани колледж попроще, пока успевает сама. Хотя тоже говорит в анатомию, сейчас, говорит, учим, это вообще трэш полный. Вот. А Саша зашивается. Говорит, одну фармакологию только учил, там, неделю вообще вечерами. А когда еще все это писать? А написать нужно вот таких четыре тетради. Объемы огромные. Ой, помогу немножко сыночку. Куда же деваться? Мы выехали в Маякоп. Какое у нас небо красивое, посмотрите. Вообще, красота. То пасмурно, то солнышко выглянет, то дождик, то ветер. Ну, а что мы хотим? Все-таки осень. Ой, ну небо прям красиво. Красиво уже листочки так желтеют. Люди уже, смотрю, в куртках ходят, в плащах. Ну, правда, сегодня прохладно. У нас такие перепады, а через два дня обещают снова до 30 градусов жары. Вот так. Друзья, мы уже в станице. Примчались из Майкопа, быстренько промчались по делам. Заехали к родителям, заехали, забрали ботинки с ремонта. Вот сейчас поедем домой, к нам придут, позвонили Сережа с Олесей в гости. Вот дома вам покажу ботинки, хорошо сделал мастер, я очень довольна, прям классно. А сынок хотел выкинуть. Ничего, сейчас выкидывать нельзя в наше время. Купил быстренько индюшиных колбасок, готовить сейчас некогда, времени уже нет. Ну и, конечно же, нужно заехать за пивом. Когда муж пошел за пивом? Ца-ца. Вот сейчас это магазин пива, а когда я была маленькая, я помню, здесь был книжный магазин. Я так любила, помню, придем с мамой сюда, и мне так нравился запах новых книжек, но мне и сейчас нравится, но я помню, прям специально приходила сюда понюхать новые книжки. Друзья, а вам нравится запах новых книжек? Леша уже с папой поужинали, так что я у него услуга трезвый водитель, меня спрашивают, а вы что, по магазинам не ходите? Ну вот, муж ходит, а я услуга трезвый водитель. Я его вожу царевича, так что пусть ходит и покупает все, что нужно. Друзья, мы дома, быстренько покажу вам ботинки, буду стол накрывать, сейчас соседи придут. В общем, все отлично, дядечка сделал. Вот здесь была дырка, где-то он или пробил, или наступил, или я не знаю, из-за этого тек ботинок, он хотел его выбросить, но мастер все тут четко сделал, там заменил, плохо видно, заменил стельки новые, там утепленные положил, и все. Что же выбрасывать, поносит еще Саша, я думаю, нормальные, хорошие ботинки. Второй тоже, он также все одинаково, здесь вот как-то пятку он получается выпилил, туда вставил, новую эту вставку сделал. Ну класс, в общем, дядечка молодец, спасибо огромное, руки золотые. Все, колбаски почти готовы, хотели на костре, но прошел дождь, поэтому решили сейчас быстро на сковородке пожарим, уже не хуже получится. Леша тут помогает, салат овощной делает, красота. Говорится на скорую руку, чем богаты, тем и рады. Сейчас соседи придут, быстренько подогрею картошку с мясом, которую сегодня готовила. Ну тут все, салат есть, сальцо, ой, упало. Сальцо у нас тут, немножко есть соленья, все, сейчас колбаски дожарятся. Будем ужинать. Привет! А соседка с видеокамерой, я с вами не целуюсь, потому что я еще немного, это, с насморком. О, дождались, все, гостей наших, а я слышу голоса, пока с детьми там по видеосвязи поговорила. Ну все, что, садимся ужинать, да? Вот соседи принесли креветки тут, сейчас отварим быстренько. Ммм, вкусняшка. Все, посмотрите, какой красивый перец Олеся принесла. Это ты когда приготовила? Недавно, то, что ты на YouTube снимала? Ну и что? Пинал заму, свежевый. Какой перчик. Ммм, Олеся, вкусно, а вкусно, надо было мне тоже так приготовить, надо будет тебе рецепт посмотреть на YouTube, вкуснятина. Давайте соседи, за добрый вечер, за мир во всем мире. Блин, а хозяин у меня? Ну хозяин, вот я его попросила оператором поработать. Всем здоровья, всем мира, всем добра, чтобы все у нас у всех было прекрасно, замечательно и хорошо. Плюш, давай, за добрый вечер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok